В эфире программа «Второе дыхание». Здравствуйте! Что такое грепплинг и как в нем побеждать? Маэстро дал сеанс одновременной игры. На Рязанскую область посетил 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Маленькие, но уже настоящие бойцы. Юные каратисты показали себя на татаме в первенстве города. Олимпиада гремит вовсю. Накал страстей, победы и поражения, триумфы, слезы. И восхищение теми, кто сейчас отстаивает честь своей страны. В нашем городе тоже есть немало спортсменов, которыми стоит гордиться. А недавно в их честь открылась выставка. В Музее истории Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина открылась выставка, посвященная выпускникам и преподавателям этого вуза, участвовавшим в Олимпийских играх и международных соревнованиях разных лет. В экспозиции представлены фотографии спортсменов, газетные публикации, дипломы и награды, полученные студентами университета в течение последних десяти лет. На открытие выставки была приглашена самая титулованная выпускница, 17-кратная рекордсменка мира и трехкратная рекордсменка Советского Союза по прыжкам с парашютом Зинаида Курицына. То, что Олимпиада проходит в нашей стране, это Олимпиада, да, это как-нибудь повлияет на развитие массового спорта, как-то привлечет людей заниматься? Ну, это привлечет людей, естественно, особенно те виды, которые, где вот у нас в нашей Рязани, например, есть каток сейчас, и идут дети заниматься тем же фигурным катанием, хоккей сейчас у нас хорошими темпами развивается и другие виды. Исполняющий обязанности ректора РГУ Сергей Пупков поблагодарил организаторов выставки. Его фото также размещено на стенде, так как Сергей Пупков является председателем Бризанской областной федерации шахмат, вырастившим нескольких известных мастеров древней игры. Что касается студентов, они с удовольствием знакомились с Олимпийской историей родного университета, а некоторые рассказали нам о том, какое место спорт занимает в их жизни. Карате – это путь, по которому многие идут всю жизнь, закаляя свое тело, укрепляя дух, открывая в себе новые и новые способности и раздвигая границы своих возможностей. В Рязани прошло первенство города по карате. На татами выходили самые юные бойцы, которые, кстати говоря, показывали отнюдь не детскую подготовку. Первенство города по карате, проводимое под эгидой Рязанской региональной федерации стилевого карате, фактически является смотром юных и талантливых спортсменов перед предстоящими более крупными соревнованиями. После комплекса формальных упражнений ката ребята сразу же выходят на ковер и проводят поединки между собой, чтобы выявить сильнейших. Это нововведение стало применяться на соревнованиях рязанских каратистов относительно недавно. Президент областной федерации стилевого карате Рамиль Сакаев говорит, что такой способ проведения поединков лучше всего подходит для гармоничного развития юных бойцов. Как у нас в карате говорится, вот этот мальчик или девочка-котистка, тот делает формальные комплексы хорошо, вот этот мальчик у нас кумитер, он очень хорошо кумитирует. Я в свое время подумал и решил так, так как я сам выступал, был кумитером, потом с года мне понравился и кота выступать. Я почему решил, чтобы объединить. Теперь мы привязываем к таких соревнованиях детей и ката, и кумите, чтобы они готовились одновременно одинаково с выкладкой и к тем дисциплинам, и к другим дисциплинам. В принципе, получается неплохо по этим соревнованиям. Сейчас у нас нет такого различия, что дети, например, можно я не буду выступать по кумите, то есть у них уже для них свободно ката, они уже не боятся формальных комплексов. Или наоборот, дети есть, которые мягкие, такие вот, ну, детишки, которые, можно сказать, бабушками избалованы, да, они не хотят драться. То есть сейчас они уже привязываются и делают это свободно. То есть постепенно, направленно, наступательно мы воспитываем детях и кумитеров, и котистов. Как и обычно, первенство среди молодых каратистов проходило в упорной, порой азартной, но все же спортивной борьбе по всем правилам. Секрет такого поведения можно найти в принципах этого восточного вида боевых искусств. В основе философии карате лежит идея ненасилия. Грандмастер Хошу Икеда по этому поводу говорил так. Вы не можете обучать карате как средство нанесения ущерба другому человеку. Это нарушает гармонию природы. Но вы можете учить карате как средство, позволяющему остановить того, кто хочет причинить вред вам или другим людям. Таким образом, вы восстанавливаете гармонию природы. Стоит отметить, что во многих школах карате ученики дают клятву не использовать полученные ими знания, навыки и умения в корыстных целях или во вред другим людям. Ребята-каратисты пока, конечно, до конца не осознают важности этих правил. Впрочем, стараются их придерживаться. Вот скажи, что тебе больше нравится делать? Ката, комплекс формальных упражнений или все-таки кумите? Кумите. Почему? Не знаю. Ну, там же бьют друг друга. Ну, у меня больше получается работать кумите. А как выступил? Ну, в ката хорошо, а в драке... Выиграл? Ну, да. Также одной из особенностей уже Рязанского союза стилевого карате является ранний набор детей в секцию. Свой путь воина ребятам могут начать уже в пять лет, а то и раньше. Даже мы еще раньше стали брать. И четыре с половиной годика, и четыре годика у нас есть. И даже по вчерашним сборам, которые мы провели подготовительные, дети достаточно очень хорошо делают. Оправдывает. Если мы берем октябрьские соревнования, я тогда говорил, что мы посмотрим, сделаем какие-то выводы, то вот сейчас по этим соревнованиям уже видно, что ребята, может быть, техника у них незначительно улучшилась, но зато они уже работают с пониманием своего дела, с сознанием дела. Уже более уверенно, уже более разумно поступают. Сейчас дети очень ранние, сейчас дети очень эрудированные, и в принципе у них получается достаточно неплохо. И даже сегодня на соревновании мы отметили, там мальчик выступал из Пронска, которому 6 годочков. И делал очень-очень даже хорошо, учитывая, что он записался только вот в сентябре месяце. Считается, что карате – это жесткий и травматичный вид спорта. Однако ранний набор для занятий карате родители юных спортсменов одобряют. Нет, мне не страшно. Я думаю, что если заниматься карате, то можно стать более уверенным, спокойным, дисциплинированным. Ну, собственно, настоящим мужчиной, наверное. Карате, он развивает, во-первых, ловкость, бдительность. Она у нас растет таким подвижным человеком. Во-первых, после школы ребенок занят, отвлекается уже от занятий, более развит у нее организм, старается. Вот, да, хорошо кушает, быстро двигается. И знаете, сейчас такое время, девочки должны уметь постоять за себя. Вот, это не только физическое развитие, но это вообще очень большой плюс. И вот, как наш папа сказал, эмоциональная разгрузка после школы. Также родители маленьких бойцов ведут детей в секцию карате еще и потому, что здесь они получают уроки нравственного развития. Начинается это с первых поклонов учителю в зале или сопернику на татами. Вежливость, достоинство, бесстрашие – все это карате. Несмотря на то, что грепплинг в нашей стране появился достаточно недавно, и многие считают его своего рода вспомогательным видом спорта, это вполне самостоятельный вид единоборств, к тому же очень зрелищный, и даже претендует на попадание в олимпийскую программу. Ну а желающих принять участие в соревнованиях все больше и больше. В минувшие выходные в Рязанском свободном лицее состоялся первый открытый чемпионат Рязани по грепплингу. Этот вид единоборств уже стал весьма популярен среди молодежи. В нынешнем соревновании принимал участие более 90 человек. Это первые соревнования такие по грепплингу. То есть это разные виды борьбы, соединенные в одну. Только единственное, что здесь нужно отдать должное. И спортсмены различных направлений, различных спортивных школ пришли участвовать в данном турнире. В чем хорош этот турнир, к чему мы готовились год, вот они сейчас показывают здесь, на что они готовы. Грепплинг – это вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин. В основу легли приемы вольной борьбы, самбо, дзюдо. Большое влияние оказала бразильская джиу-джитсу. Участники состязаний могут использовать при проведении борцовских приемов все части своего тела. Им разрешены болевые приемы, удушения, а также броски. Но, и об этом следует сказать сразу, в грепплинге запрещены удары, а также опасные действия, направленные на то, чтобы травмировать соперника, такие как укусы, захваты ушей и так далее. Благодаря запрету на удары, грепплинг является тем единоборством, где нужно продумать и просчитать наиболее эффективный способ выведения соперника из боя при ограниченности в средствах. Федерация спортивной борьбы совместно с спортивной школой Антер организовали это мероприятие. Здесь участвуют более 90 человек спортсменов, ну, примерно около 100 спортсменов. Также выступают наши девушки с нашей школы. Вот, ну, надеемся, это наше соревнование на перспективу будет более массовое, потому что здесь могут выступать не только спортсмены-крепплинг, может выступать и ребята с самбо, дзюдо, также греко-римская борьба, вольная борьба. Вот, и такое наше мероприятие будем проводить каждый год, и также будем проводить и центрально-федеральный округа. Борьба происходит в основном в портере, и задача как можно быстрее и качественнее сделать болевой или удушающий прием. Грепплинг – исключительно умный вид единоборств. Решающей здесь является не грубая сила, физическая форма и данные спортсмена, а прежде всего умение переиграть соперника, запутать, просчитать его на несколько ходов вперед, заставить ошибиться. В основном мы, конечно, сделали этот турнир для того, чтобы молодые ребята, которые занимаются Рязани и Рязанской области, в основном для них, чтобы, ну, поборолись, для кого-то это первый старт, скажем так, пробный. Вот. А непосредственно, если говорить про меня, то для меня это тоже старт, но только старт перед более дальше сильными соревнованиями. То есть у нас 2 марта будет Центральный федеральный округ в городе Нарфоминске по грепплингу. Это отборный чемпионат России. То есть, конечно же, основной старт – это там. Вот. И, соответственно, отбираться на Россию и дальше показывать уже хорошую борьбу на чемпионате России. А здесь как тренировка. То есть просто вот сейчас получилось, я боролся с своим учеником. Ну, конечно же, мы знаем друг друга очень хорошо. Вот. Ну, я думаю, мы показали красивую борьбу. Вот. Ну, и получили удовольствие. Ну, выиграл пока тренер. Пока. Ну, я думаю, ребята вырастут. Вот. И самый, если говорить уже как тренер, самый лучший показатель, конечно, это когда ученики перерастут тренера. В настоящее время грепплинг только начинает широко распространяться, но уже привлекает к занятиям. Этим видом единоборств все больше и больше желающих. Ну, а участникам прошедших соревнований хочется пожелать спортивных достижений, силы духа и тела, ну и, конечно же, побед. Большое спортивное событие, как это не покажется странным, состоялось в мужской исправительной колонии номер 3 под Скопином. Сюда приехал лучший шахматист планеты конца 70-х и начала 80-х годов Анатолий Карпов. Заключенными и сотрудниками колонии он провел сеанс одновременной игры. На пресс-конференции перед началом сеанса одновременной игры Анатолий Карпов пообщался с рязанскими журналистами. По словам экс-чемпиона мира, сейчас шахматам не хватает массовости. Мы многое потеряли. Многое потеряли. Скажем, раньше массовость была в шахматах, но массовость обеспечивалась участием многих организаций, скажем, профсоюзы. Наши профсоюзы отвернулись от спорта вообще. Массовость шахматная во многом зависела от профсоюзов, от юношеских организаций, детских, пионерской организации, комсомола. А Министерство спорта занималось уже шахматами на высшем уровне. Сейчас эта система внизу разрушена, то есть нам надо ее восстанавливать. Но проблема в том, что и сверху нанесли удары, и вот все эти непродуманные реформы, реформы для реформ, в шахматах сыграли очень негативную роль. Шахматы в мире потеряли, потому что сломали историческую систему проведения чемпионата мира. Сейчас возвращаемся к тому, что начали ломать. Начали ломать в начале 90-х годов, практически все доломали к новому тысячелетию, понесли огромный ущерб. Сейчас, по словам 12-го чемпиона мира, шахматы в некоторых странах стали одним из школьных предметов. Для развития в нашей стране этой древней игры стоит подумать о внедрении передового опыта. Пришли к выводу в разных странах, совершенно независимо, что шахматы в школах дают школьникам какие-то особые знания и быстрее формируют мозг школьников. И поэтому шахматы практически на всех континентах пошли в школы. Причем мы не первые. Мы сейчас пытаемся догонять. Но у нас сейчас Министерство образования первый директивный документ выпустило, по-моему, где-то в 2002 году. Это еще был Филиппов, министр образования, а потом Фурсенко. В нынешнем варианте руководства министр Ливанов тоже считает шахматы необходимым участником образовательного процесса. Естественно, если мы разобьем шахматы в школах, то и массовость поднимем. По итогам сеанса одновременной игры в третьей колонии, несмотря на упорное сопротивление шахматистов-любителей, из 15 партий Анатолий Карпов выиграл 13. Зато две закончились боевой ничьей. И на этом на сегодня все. Побед вам обязательно. И пусть в любой сложной ситуации у вас всегда открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА